Банкротство не помогло. Судебные приставы продали за долги арестованную квартиру жительницы Берска. По мнению женщины, сделка была незаконна, так как на момент торгов исполнительное производство было приостановлено. Рассказывает Александр Куршев. Свидетельство о праве регистрации. Все, что сегодня осталось, ушвить Марины Викторовны от двухкомнатной квартиры в центре Берска. В 2015 году женщина взяла в московском банке деньги на бизнес под залог имущества. Норковые шубы прибыль не принесли, наоборот, долги выросли, а с ними и требования кредитора. Мне мужчина сказал из Москвы, ваш долг продан коллектором в коллекторское агентство Элбин столица, вот это Сибирь. Все, звоните туда, я звоню туда, они сказали, да, дело у нас. Я говорю, давайте я буду перечислять вам платежами, нет, нам надо суммы полностью, все. Сколько у вас на тот момент выросли с вас денег? Миллион, миллион шестьсот они сказали платить. А дальше коллекторы через суд наложили на имущество арест, а судебные приставы выставили квартиру на продажу. Вроде все по закону, если бы не одно но. Параллельно юристы должницы обратились в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании Марины Швить банкротом. У нас на основании 229-го федерального закона судебные приставы и исполнители обязаны приостановить действия по реализации имущества в случае обращения должника в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным банкротом. Как нами было установлено позже, 31.07, уже в приостановленном исполнительном производстве у нас состоялись дорогие. Из распечатки документов с Почты России по трек-номеру видно, что судебные приставы узнали об обращении должницы в арбитражный суд еще раньше, 18 июня 2018 года, то есть за месяц до объявления торгов. Но этого оказалось недостаточно. У судебного пристава отсутствовали основания для приостановления исполнения решения суда в момент введения исполнительного производства. Пока Марина Швить продолжает жить с дочерью в проданной квартире без коммунальных услуг, их оставил новый собственник, господин Голубев. По словам женщины, он приходит регулярно, угрожает, несмотря на то, что законной сделки семья сейчас обжалует в Бердском городском суде. 10 октября заседание. Кстати, управляющие компании Жилкомсервис заявили, что в кратчайшие сроки восстановят свет и водоснабжение. Там просто не знали о случившемся. Продолжение следует. Александр Курш, Фальсей Зубила, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok